Самое интересное в том, что вот эта онлайн-петиция, которая появилась на сайте, ее разместили люди, это не мы сделали, это не юристы и не сторонники, которые в приюте находятся в самом. Я вижу, что очень много неравнодушных людей, граждан, которые каждый по-своему пытаются помочь, и вот эта интернет-петиция, она появилась независимо от нашего фонда. Просто мы, как и другие общественные организации, решили ее поддержать, потому что действительно речь идет об очень важном вопросе. Мы не хотим, чтобы Казахстан выдворял такого человека, который очень много сделал для нашей страны. Во-вторых, это беспрецедентно, выдворять священнослужителей из какой-либо страны. В мире такого не было. И Казахстан не хочется, чтобы был первым государством, проявившим себя с такой негативной стороны. Ну вот здесь в интернете 334 подписи. Живых подписей, которые нам каждый день довозят, у нас сейчас больше 400. То есть мы все еще ждем, мы не отправляем, потому что нам все время привозят подписанные вот эти вот петиции и листы. И, конечно, пора уже отправлять, но люди просят подождать, потому что хотят, чтобы их голос тоже был учтен. Петиция — это такое слово, как бы жесткое. Это просьба о помощи в отношении представителей Верховного суда, главы администрации президента, президента нашей страны, вот, и председателя правительства. Понимаете, это же огромный труд. Вот это огромный труд — создать это все и поддерживать там порядок. Они уверены все, что если отца Сафронию уберут от приюта, то приюта скоро не станет. А им идти некуда. Если детей еще распределяют в государственные детские дома, что не лучшая судьба для ребенка, то старикам вообще деваться некуда. И она говорит, нам остается только массовый суицид. Это говорят вот люди, которые всю жизнь работали на наше государство, которых предали родные, выгнали из дома, или у которых мошенники забрали их недвижимость. Там каждый из 130 этих стариков — это такая трагедия, по которой можно снимать кино. Это значит, наше общество вот такое, которое может порождать в конце жизни вот таких несчастных, обездоленных людей, и о них берет заботу человек. Одно дело, люди, дайте деньги, помогите, вот больной ребенок. Это несложно на самом-то деле. Гораздо сложнее каждый день и каждую ночь отвечать за жизнь каждого этого человека, чтобы он был накормлен, напоен, одет. Медицинской стороны он был полностью обеспечен, ухожен. Получается, что действия вот этих районных, небольшого района чиновников приводят к таким последствиям. Мне кажется, еще есть нюанс такой, что сейчас очень много людей в Астане, в правительстве, в этих высших кругах власти, они находятся в отпусках, и, может быть, вне Казахстана, и просто не в курсе пока этой ситуации. Вот сейчас вот они будут в августе возвращаться, и у людей будет реально большой шок от того, что здесь случилось, пока были каникулы, что у нас тут произошло. Нужно думать о себе и о том, что, как казахи говорят, до седьмого колена будут твои потомки отвечать за то, какие поступки ты в жизни совершил. Поэтому я хочу сказать, одумайтесь, остановитесь, так нельзя.